Общегородское совещание в Химках возвращается в онлайн-формат. Причина – в неутешительной статистике по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с тем, что пандемия набирает обороты очередной раз, нами принято решение о проведении видеоконференц-связи вместо очного совещания. Прошу всех отнестись с пониманием. В Химках не должно быть жалоб горожан на начисление оплаты за услуги ЖКХ. Исполнение этого распоряжения, которое глава Химок озвучил в начале года, Дмитрий Волошин проверил на очередном совещании. Главе округа сообщили о действиях, которые вскоре должны будут исключать возможность двойных начислений. в составе единого платежного документа. Дмитрий Волошин поручил ведомствам также разъяснять людям информацию о доначислениях за оплату ЖКХ. Их производят, когда жильцам несколько месяцев не выставляли счета за отопление, горячее водоснабжение при смене управляющей компании. Доначисления производят в несколько месяцев незначительными суммами. Я жду от вас завтра механизм, как сделать так, чтобы люди заранее, за месяц знали о том, что у них в следующем месяце будет доначисление и почему. Не нужно ждать, пока люди жалобы напишут и потратят свое время. Работайте на упреждение. Прозрачной должна быть информация и о проведении капитального ремонта. Программа рассчитана на три года. Она затронет без малого 400 домов. В этом году в Химках планируют отремонтировать 143 дома. Обновят фасады, заменят кровли, отремонтируют инженерные сети, в том числе системы газоснабжения и лифты. Однако жильцы зачастую недостаточно проинформированы, на что идут их деньги. Администрация города должна навести порядок, в частности, профильный зам по ЖКХ. В каком доме, какие работы, на основании каких цифр, тем будут проводиться, когда, кто это согласовал, кто будет за ними смотреть. На совещании обсудили и незаконные врезки химкинских организаций к водопроводным и водосточным системам. В прошлом году проверки проводили ежедневно. Выявили более полусотни нарушений. Предприятие физлица оштрафовали на 83 миллиона рублей. Дмитрий Волошин поручил усилить контроль в 2022 году. Кроме этого, в поле зрения и профильных, ведомств, в 2022 году должны быть и все контейнерные площадки. Это позволит исключить несанкционированное складирование строительного мусора, фиксировать навалы бытового мусора и отслеживать работу компаний, которые вывозят отходы на перерабатывающие предприятия. Камерами оснастят 502 площадки.